Всем привет, с вами Артем, предлагаю вашему вниманию очередную еженедельную подборку твиков, появившихся в Cydia на прошлой неделе. Первое расширение в сегодняшнем обзоре называется Unlock Counter. После установки твика на рабочем столе устройства появляется одноименное приложение. В нем вы сможете увидеть, сколько раз вы разблокируете ваше устройство за день, а также время каждой разблокировки. Все вы знаете о функции Reachability, которая позволяет дотянуться до верхней части экрана на больших айфонах. Чтобы верхняя часть экрана при этом не пустовала, можно установить соответствующее расширение. Если же вы хотите не только заполнить пустое пространство в верхней части при запуске Reachability, но и добавить функционал, установите джейлбрейк расширения Reach Weather. С данным твиком при активации функции Reachability вы увидите в верхней части экрана погоду для выбранного региона. В настройках можно включить дополнительную информацию о текущем времени, детализированную информацию о погоде, а также прогноз на несколько дней вперед. Приятно, что расширение не использует данные с датчика геолокации. Место для отображения погоды устанавливается в настройках. К сожалению, автор не предусмотрел возможность выбирать стартовую страницу. Вам необходимо будет прокручивать каждый раз до нужной вкладки. Также нет возможности расположить все данные на одной вкладке. Ну а самым полезным и функциональным твиком для прокачки Reachability, на мой взгляд, является расширение Carpi Dime. После установки твика вы сможете включить любой виджет из центра уведомлений в верхнюю часть экрана во время включения Reachability. Таким образом, практически любое приложение, которое оставляет свой виджет в верхней шторке, может быть просмотрено в этом режиме. К сожалению, у вас не будет возможности переключаться между вкладками или пролистывать данные, соответственно подойдут только те виджеты, которые не обладают интерактивным режимом. У вас не получится использовать в режиме Reachability Widget, например, калькулятора, либо какого-нибудь информера с несколькими разделами. Зато вы сможете с легкостью просматривать данные с любого мониторингового виджета. Как, например, у меня Usage Widget. Вы увидите данные об использовании оперативной и постоянной памяти, а также загруженность процессора. Также отлично будут выглядеть большинство погодных виджетов, которые распространяются с соответствующими приложениями. Как видите, виджеты приложений Weather и Forecast Plus работают при отключенном датчике геолокации, а значит не расходуют заряд аккумулятора. В то же время для получения данных о погоде с виджета самого красивого погодного приложения от Yahoo вам придется включать этот датчик. Для использования режима Reachability на более старых устройствах понадобится дополнение Reach All, в параметрах которого потребуется указать жест активации данной опции. Дополнение Notifications Tab Remover уберет вкладку с уведомлениями из верхней шторки операционной системы. Небольшой твик Alarm добавит один переключатель, который будет позволять включать или отключать сразу все будильники в часах вашего устройства. Обновилось довольно полезное приложение под названием iBattery Info Pro. Во второй версии программы появилась полная поддержка iOS 8. Твик предназначен для отображения детальной информации о батарее устройства и о кабеле, через который осуществляется зарядка. Все данные могут выводиться как во всплывающем окне, которое настраивается на жест или действие активатора, так и в самом приложении. Отдельная опция в настройках твика позволяет включить детальную информацию о заряде аккумулятора рядом с часами в статус баре. Кроме этого расширение позволяет включить энергосберегающий режим. Вы устанавливаете порог заряда аккумулятора, при котором он будет включен, а также модули, которые будут отключены в данном режиме. Например, когда у батареи останется менее 10% заряда, вы можете отключить Bluetooth и Wi-Fi модули, включить режим «Не беспокоить» или «Авиарежим», а также изменить уровень подсветки устройства. Обновился еще один твик под названием AnyDrop 3. Расширение позволяет передавать любые файлы по протоколу AirDrop. Его поддерживают большинство современных i-девайсов и компьютеров Mac. Небольшое дополнение DocColor позволяет изменить цвет дока в нижней части экрана. В параметрах можно выбрать любой оттенок и степень прозрачности подложки. Для вступления изменений в силу потребуется сделать респринг устройства. Дополнение FullNC увеличит область для уведомлений верхней шторки системы. Теперь даже самые длинные твиты или сообщения будут показаны полностью. Полезное дополнение для всех пользователей мобильного интернета называется Rubik. Твик позволяет отключать 3G-модуль во время подключения к Wi-Fi-сети. Если вы используете дополнение FlipControlCenter для изменения переключателей в нижней шторке, Rubik добавит свой переключатель и туда. Дополнение под названием OneTapClear позволяет одним нажатием очищать все уведомления в верхней шторке системы. Теперь не придется по одному очищать все сообщения от каждого приложения. После установки твика Desktop Me Later можно удержанием кнопки режима Не беспокоить установить время, через которое этот режим будет отключен. Еще один довольно любопытный твик называется iRelease. С его помощью вы сможете быстро закрывать одно или все приложения, находящиеся в фоновом режиме. В параметрах вы можете выбрать, какое действие будет установлено на удержание пальца в левом верхнем углу экрана и в правом верхнем углу соответственно. Как видите, сейчас я запущу несколько приложений, зайду в одно из них и удержу палец в левом верхнем углу экрана. При этом приложение не только свернется, но и полностью выгрузится из фонового режима. Если я повторю это же действие, но буду удерживать палец у правого верхнего угла экрана, то завершатся все программы, находящиеся в фоновом режиме. Следующее дополнение в сегодняшнем обзоре называется Disable iOS Swipe Back. С его помощью можно отключить жест Swipe Back, а это возможность возвращаться в предыдущий пункт меню жестом от правого угла экрана в любом приложении, либо во всех программах одновременно. При помощи дополнения LockSmoother Plus можно скрыть практически все элементы с экрана блокировки iOS 8. Вы сможете заменить надпись на слайдере, убрать кнопку камеры, дату, статус бар, а также ползунки, за которые вытаскивается центр уведомлений и контрольная панель. Если активировать все переключатели в параметрах расширения, то экран блокировки будет выглядеть примерно следующим образом. Еще одно дополнение для экрана блокировки называется AppBox 8. Твик позволяет расположить несколько иконок на заблокированном экране для быстрого доступа к соответствующим приложениям. После активации твика достаточно будет потянуть экран блокировки в левую сторону и вы увидите ярлыки соответствующих программ. В параметрах AppBox вы сможете выбрать, какие программы необходимо отображать на экране блокировки. Также вы сможете включить, какие приложения будут обходить ограничения паролем, если он включен на вашем устройстве. У данной функции есть два режима. В первом приложение просто будет запущено без авторизации, а во втором, после его включения, можно будет перейти к рабочему столу устройства, не вводя код разблокировки. Также можно указать размер и прозрачность иконок на заблокированном экране, а также включить активацию твика длительным удержанием ярлыков приложений. Есть опция, позволяющая включать круглые иконки, а также расширенный режим для некоторых стандартных приложений. С его включением при удержании соответствующих ярлыков вы увидите быстрое меню для доступа к основным функциям программы. С данной функцией можно быстро открывать список всех телефонных абонентов, создавать заметки, а также открывать плейлисты в приложении музыка. Отличный твик для блокировки отдельных приложений в системе называется iAppLock. В параметрах твика вы сможете указать определенные программы, установленные на вашем устройстве, и выбрать пароль, который будет спрашиваться при их запуске. Вы можете указать электронную почту для восстановления пароля, если вы его забудете. Также в параметрах вы можете указать время отсрочки. При бездействии устройства по истечении данного промежутка времени приложение заново будет заблокировано. Помимо этого твик позволяет отключать блокировку программ, когда iDevice находится в радиусе действия знакомой Wi-Fi сети. Также есть возможность изменить внешний вид блокировщика, который будет отображаться при запуске запароленных программ. Также вы сможете отключить цифровой пароль и установить графический, который похож на пароль разблокировки в операционной системе Android. Обновился графический твик фолдер Icons, который позволяет изменить иконки папок в iOS 8. При удержании любой иконки вы попадаете в режим редактирования. После этого на иконке папки вы увидите шестеренку. Нажатие на нее откроет меню, в котором вы сможете выбрать фон папки, а также иконку. Помимо этого есть возможность скрыть бейджи на папке, а также скрыть ее название. Все настройки, кроме выбранной иконки на папке, вступят в силу сразу же. Для применения последнего параметра потребуется сделать треспринг устройства. Если же вы используете тему для Winterboard с квадратными иконками, обратите внимание на твик фолдер Icon Radius. Вы сможете изменить радиус скругления папок и сделать их не круглыми, а квадратными. При помощи дополнения AppSilence можно отключить звук в выбранных приложениях. После этого они больше вас не потревожат. Если же вы установите расширение Augmented, то вместо рабочего стола вы увидите изображение, выводимое с задней камеры устройства. К сожалению, данная функция будет значительно влиять на разряд аккумулятора устройства. На этом все на сегодня. С вами был Артем. Не забывайте делиться вашим мнением и лайками под видео, добавлять ролики в избранное, подписываться на канал и твиттер. Пока!